Команда, привет! Я буду рассказывать про тему, которая звучит как «Как использовать сервис BluePrint для обострения коммуникации с клиентами». И давайте пару слов о себе и вообще о контексте, исходя из которого я буду рассказывать, потому что про FlowLow, наверное, слышали многие, а про JetInfoSystems и про меня, наверное, не так много коллег. Собственно, я продукт-менеджер платформы JetSiberCamp. Это платформа для специалистов по информационной безопасности, которая направлена на повышение навыков специалистов расследования и реагирования инцидентов. Вот примерно этим я занимаюсь. У меня 5 лет опыта пентестера. Пентестер — это человек, который пишет вам фишинговое письмо и просит скинуть пароль, например, или типа того. Вот такой у меня примерно Flow. Веду канал и также веду наши метапы по информационной безопасности. Они проходят раз в квартал. Если у вас есть лучший друг по eB, то обязательно скиньте, если он еще о нас не знает, но вероятнее всего знает. Вот. Это обо мне. И, собственно, если здесь есть коллеги из B2C, то примерно так выглядит жизнь продукта в B2B. Так сказать, давайте познакомимся, как я ищу клиента. Потому что дойти до клиента достаточно сложно. Между мной и ним стоит там sale, presale, RN, team lead, еще миллион каких-то людей. Вот. И, соответственно, складывается такая ситуация, что не я получаю запрос клиента, я даже очень редко могу с ним напрямую пообщаться, а клиент обращается к sale, sale общается с каким-то вообще там присылом непонятным для меня, ну, точнее, как понятным сейчас, но по процессам он очень далеко от меня. И в конце, до нормальной встречи, когда мы с коллегами обсуждаем вопросики, что мы вообще делать будем по проекту, доходит какой-то пользователь, который имеет малое отношение к LPR, который там ему подчиняется, может быть. И продуктовая команда, для которой запрос LPR изначальный после sale доходит очень сильно искаженный, вплоть до того, что пока мы внутри себя обсудим, с чем же изначально приходил LPR, мы можем там 2-3 итерации сделать. Более того, это усугубляется еще в следующей ситуации, когда sale зовет навстречу нашу продуктовую команду, он делает это так, как ему кажется лучше, с кем он там забратинился, с кем он вчера колешку курил и так далее. Вот. Максимально честно сегодня будет, да? А я как product, я дохрена сильно хочу общаться со своими клиентами, со своими LPR-ами и понимать, что они хотят. Я хочу знать не просто, что они хотят, а почему они это хотят, и как они это вообще рефлексируют. То есть для меня бы строить процесс таким образом, чтобы максимально близко доходить до этого самого LPR-а, даже если у него, блин, запонка стоит, как вся моя зарплата. Вот. И спустя где-то год обучения на всяких B2C-шных, в том числе, курсах, где нам рассказывают про АБ-тесты и метрики, вот, я дошла до такого фреймворка, как Serious Blueprint. Давайте поговорим, что это такое. Для того, чтобы поговорить про Serious Blueprint, нам надо вспомнить, что такое Customer Journey Map. Я думаю, это вообще база, все знают, все помнят. У меня здесь очень общий пример. Это его фреймворка, который мы строим вместе с маркетингом, с нашими смежниками, просто чтобы у нас сценарии не разъезжались, мы жили в одной парадигме. У нас есть здесь LPR-ы, чемпионы, LVR-ы. LVR-ы, понятно, там вот на сделках сидят, тендерах и так далее. Мы в клиентском пути указываем точки касания, которые у нас есть с клиентами, что они там, сайт смотрят, конференции посещают, или что происходит. Иногда указываем ожидания, но это бывает крайне редко по той простой причине, что в информационной безопасности, не знаю, как в других областях, но клиенты очень плохо рефлексируют, что они хотят. Я могу прийти и сказать, а что вы ожидаете от продукта? Они такие, ну, нам типа надо что-то там, стандарт, мы слышали. Вот такой уровень рефлексии примерно я с ним сталкиваюсь. И важность, то есть для кого важнее решать, идти по тому или иному шагу в пути клиента. Вот. Средственно, сервис бюпринт — это все, что находится под капотом пути клиента. У нас есть какой-то шаг, и у нас есть соответствующие блоки, из которых состоит этот путь. Как можно транслировать эти блоки, как их можно привести? На каждый шаг клиента у нас есть точка касания. Это то, с чем клиент взаимодействует. Это сайт, брошюра, может быть, какая-то форма, на конференции стенд, демк продукта. Это все точка касания. Есть фронт и бэк. Это уже в русском языке есть оживленные, короче, это люди, живые роли, с которыми клиент может пообщаться. Фронт — это которых он видит, это сейл и пресейл. В B2C, например, это служба поддержки или продавец на кассе. Вот это все будет фронт. Бэк, соответственно, это люди, с которыми клиент их не видит, но они тем не менее обслуживают шаг клиентский максимально плотно. То есть это какие-нибудь аналитики, инженеры, архитекторы и прочие коллеги. Весь наш бэк-офис в том числе. И есть системы, которые поддерживают шаг клиента. Можно в эти системы вносить что угодно вплоть, ну, то есть все, включая почту, например, даже вот до этого уровня. Можно остановиться на том, что у нас есть CRM, Kajira, Confluence и прочие системы, которые нужны для того, чтобы, например, опросник в почте долетел вовремя. Вот. Теперь обратите внимание. Это было то, что касается стандартного представления сервис-блюпринта. Сейчас он покрашенный. Возникает вопрос, что это он покрашенный. Сейчас расскажу. Когда я построила свой первый сервис-блюпринт, у меня возникло понимание, что после каких-то этапов у меня клиенты прям очень сильно отваливаются. Они отваливаются, ну, так сказать, по-английски, не говоря мне, о чем произошло вообще. Я не могу до них дотянуться. И это происходит потому, что мы в какой-то момент времени с клиентом прям тепло-тепло общаемся, прям очень близко там. Вот мы, у нас есть путь, что у нас почта, зум, демка, а потом хоп, и он испарился. Я решила как-то осознать, как это происходит. То есть не просто я понимаю, что да, они в какой-то момент отваливаются. А почему они отваливаются и как это прочувствовать, прощупать? Для этого я потратила свой сервис-блюпринт следующим образом. Каждая ячейка либо означает, что мы с клиентом не взаимодействуем вообще, он для нас холодный, он не знает или не хочет сейчас нас трогать. Есть какое-то прохладное взаимодействие, очень редкое или неинтенсивное. Есть, скажем так, немного активное взаимодействие. Когда мы с ним общаемся в почте, в телеграме, он, может быть, трогает наш продукт. Мы ему там какой-нибудь тестовый доступ дали. И есть суперактивное взаимодействие, когда мы с ним говорим здесь и сейчас. Если по-простому, то можно сказать, что все покрашено с точки зрения скорости реакции и глубины взаимодействия. Насколько у нас маленький сло, и насколько мы сильно с ним обнимаемся и чешем его за ушком. Соответственно, именно поэтому мой серый бюринт выглядит следующим образом. И именно здесь в этом моменте начинается, собственно, доклад. Все было предиславие. Вот. Мне… Сейчас я попробую… Я не могу сделать назад. Да, могу. Пам-пам-пам. Соответственно, смотрите, у меня есть некоторые холодные шаги. И моя задача как продукта… Я себе ее так поставила, и у меня была гипотеза, что если я подогрею некоторые шаги, если я сделаю так, что клиент после этого шага захочет со мной еще пообщаться, то это возможно либо конверсию повысить, либо я хотела пойму, что это он отваливается. Вот. И сейчас я буду немножко рассказывать про темные паттерны. Я понимаю, что темные паттерны это в основном про UX UI, но давайте рассматривать это с точки зрения непрямых манипуляций и воздействия на клиента, с точки зрения каких-то хитростей, чтобы он к нам вернулся. К темным паттернам можно относиться по-разному. Это и хорошо, и плохо. Типа у всех свою совесть. Что надо знать и что я вынесла в том числе из своего бэкграунда социального инженера. Во-первых, люди ценят те решения, которые принимают сами или которые сами осознают. Важно, чтобы клиент приходил к нам сам, а не мы насильно тянули его за руку к себе. И мотивации существуют с моей точки зрения две вида. Это когда клиент приходит к нам из любопытства, когда он любит продукты, он такой, вау, все классно, я хочу знать об этом больше. И когда он приходит к нам из недоверия. Когда у него есть какие-то претензии, хейт, ненависть и так далее. Скажу сразу спойлер, я работаю в информационной безопасности. Угадайте, какой мотиватор работает лучше. Это, конечно же, недоверие, но о нем чуть попозже. Вот. Фактически нужно либо дополнить путь клиента, либо дать клиент какой-то результат, либо сильно выше его ожиданий, либо сильно ниже его ожиданий. Вот. Давайте разберем несколько примеров. На примере позитивной мотивации у нас есть ситуация, когда у клиента опросник находится в почте. И, например, в этом опроснике есть какие-нибудь фичи, которые мы не показывали на демонстрации, но которые прям классные, которые либо были озвучены когда-то клиентам, либо есть там конкурентов, которые как-то проскочили в диалоге, что вот это прикольная штука. Либо же после общения с клиентом мы, соответственно, вносим эту фичу в наш опросник и предлагаем ее. Вот. Либо в опроснике есть какие-нибудь моменты с двойной трактовкой или вопросы, где есть несколько вариантов ответа. Можно выбрать только один, но на самом деле ценных ответов несколько. Как это реализовано у меня? У меня в опроснике есть вопросы с несколькими хорошими предложениями. Это предложение по экзамену, по окончанию обучения. Мы говорим либо интервью с экспертом, либо пентест, либо там аудит, либо противостояние. Короче, выберет уже что-то одно. А клиент вообще не хочет выбирать что-то одно, потому что все эти коммуникации, они совсем проразные. И клиенты, когда они проактивны, когда они прям горят, они потом приходят и говорят, что типа, ребят, давайте мы вот это и это возьмем. Мы говорим, а почему? И вот у нас таким образом рождается диалог, потому что мы предложили вопроснике и такой вот крючочек оставили. Вот. Получается, что у нас опросник в почте был холодненький, потому что клиент просто получает этот файл и уходит с ним дальше работать. Соответственно, из голубого кружочка это превратилось в розовый, потому что по моей внутренней оценке, после того, как вопросники для соответствующих клиентов, что немаловажно, появляется вопрос, который мотивирует их к нам прийти и пообщаться еще, они, естественно, делают это чуть чаще. Если говорить про B2C, я не B2C-продукт, но я осмелюсь предположить, что позитивная мотивация может выглядеть как какая-то очень классная демифицированная история в личном кабинете, когда вот тебе welcome бонусы, вот тебе, короче, бонусы за то, что ты исполняешь ему фамилию, еще там 100 бонусов, если друга позовешь, а еще там можешь потратить либо 100 бонусов и оплатить им 30% товара, либо там еще какие-нибудь пахинации. И иногда, чем сложнее вот эта вот система мотивации, тем интереснее в ней разбираться для некоторых, опять же, участников. Понятно, что мы тут все абсолютно разные, подходы у всех разные. Вот. Теперь немного про негативную мотивацию. Моя, так сказать, любимая. Вот. Потому что многие мои клиенты очень любят прийти и поорать, и утилизировать каким-то образом свое внутреннее негодование, свои внутренние переживания, паранойю и так далее. Скажем так, я, так как очень давно в ВБ уже смирилась с этим, понимаю, что просто коллеги такие, и им иногда это нужно. Ничего, так сказать, против не имею. Соответственно, что может происходить? Мы либо отправляем опросник с каким-то файлом, файл зашифрован неправильным паролем. Клиент возвращается и говорит, какого хрена, пароль неправильный, вы что, черти, руки вам оторвать и все в этом духе. Мы такие, блин, сори, а давай мы тебе еще что-нибудь. Или, простите, Иван Иванович, вот вам, короче, еще доступ вот сюда вообще бесплатный, пожалуйста. Вот. Либо же, например, в опроснике не хватает какого-то варианта, который мы обсуждали. Очень важно отметить, что все эти баги, они должны быть контролируемы, они должны быть для клиентов, которые вот реально так делают, которые идут по этому пути ненависти и негодования. И мы можем их очень быстро как бы исправить и пофиксить. На моем примере мы высылаем немножко старую версию опросника. Сейчас у нее там стоит 23-й год. Есть некоторые поинты, которые у нас есть в презентации, но нет в опроснике. Естественно, клиент заполняет опросник и говорит, пацаны, мы с вами на приезде обсуждали вот это и это. Этого нет. Мы говорим, блин, точно этого нет. Вот, смотрите, вот вам новый опросник. Мы даже все, что вы ввели, туда перенесли, только галочки поставьте, а еще и продолжаем с ним как-то общаться и узнаем обратную связь под тем поинтам запросника, которые были до этого. Типа, насколько они вообще ему подходят, сколько баллов он ставит, чему ему хватило или не хватило. Вот. Здесь у нас немножко другая ситуация получается. Здесь у нас вот это общение с клиентом, оно не столько подогревается, сколько разбивается на два пункта, потому что после этого опросника чаще всего мы еще немножко конфколем или чуть больше общаемся в почте, и именно из-за того, что у нас опросник переходит в конфкол, мне кажется, будет уместно в сервере принятия этот шаг разбить. Что касается B2C, опять же, моя собственная гипотеза и мое личное ощущение, когда мне доставляют какой-нибудь йогурт с просрочкой или тухлые фрукты и так далее, подтухшие, забродившие, я пишу в поддержку, говорю, ребята, это неправильно, мне не нравится, я злая и так далее. И когда мне говорят, сори, Екатерина, мы ценим, и вот это вот все фигню, может быть, плохо в этом признаваться, и это было непросто отрефлексировать, но я понимаю, что я коэффициент какой-то внутренний испытываю. У меня тоже это есть, вот эта паранояльность, которая переходит в потребность получить эту обратную связь от поддержки. Может быть, как-то сказать, что вот я, короче, важная дофига и так далее. И я думаю, что прошаренный продукт не просто так, раз примерно в пять заказов мне какую-то хрень привозят в доставке. Но это так, чисто гипотеза опять же, потому что это абсолютно стабильная какая-то история. Если это не так, если, например, такси, правда, всегда ездит, только на пятый раз каждой случается проблема, либо на пятый и у доставки вот такая проблема с корзиной, то если выберет все продукт, может быть, это тоже можно поисследовать. Вот. Очень важный момент. Если мы все это вместе будем использовать, то мы окажемся здесь. Поэтому, серьезно, если говорить, то достаточно одного-двух ручков для клиента, потому что клиент тоже не тупой, он на эту тему может тоже прошарить и почувствовать себя идиотом, потому что его за нос водят. Это очень сильно плохо. Негативной активацией очень важно пользоваться аккуратно. Это у меня такая область, где, ну, мужики, правда, любят поорать, поанегодовать, и все в этом духе. Это норм. Именно у меня. Я не знаю, как это в других областях, но наверняка есть области, где все мур-мур-мур и вообще сплошные обнимашки. Вот. Любой крючок это просто приглашение поговорить. Он ни к чему больше не может обязывать. Ни к деньгам, ни к дополнительной сфере трати времени, ни к моменту, что давайте мы архитектора пригласим, он вам еще что-то посчитает за полгода. Вот. Еще важный момент. Если у вас в компании процессы построены так, что сейл никогда в жизни просто продукты не пригласит на общение с клиентом, то ломать процессы не нужно. В принципе, ломать процессы ни с этим, ни с тендерами не надо, это плохо и это зло. И делать ваш путь клиента вообще неэффективно с помощью этих крючков тоже зло. Это вот скорее как возможность посмотреть на путь клиента со своей стороны и посмотреть, где я могу как продукт выгоду получить, где я могу клиента к себе вернуть. Вот. И еще, так сказать, немножечко бонуса. Важно понимать, что мы находимся в каком-то пути клиента где-то посередине. И есть какой-то процесс до и после клиента, после нашего продукта. Вот. То есть, по сути, сервис любит еще позволяет посмотреть на всю нашу картину шире, подумать, как мы можем силу помочь инициировать диалог про наш продукт или как мы можем помочь клиенту найти боль, которую он решает. Здесь, наверное, будет вместе, например, про связку маг-фитнес-психолог или же общение с клиентом, построение контекста, когда сейл понимает, из какой связки состоят продукты. Потому что я работаю в интеграторе, и у нас очень часто прям пусть клиент расписан от стартового кода аудита или консалтинга до огромного количества поставок. И понимать, на каком месте в вашей продуктовой линейке вы находитесь, это классно и важно, особенно, когда вы точно где-то посередине. Вот. Например, являться в том числе рекомендацией в отчетах или найти какую-нибудь компанию, которая выполняет работы до вашего продукта. И также важно понимать, что после вашего продукта клиент не заканчивается, у него есть тоже какие-то процессы. И хорошо бы помочь нашему силу общаться с клиентом дальше, то есть тоже написать какой-то отчет, родмап, рекомендательную карту и так далее, чтобы сайл потом мог общаться про прочие вещи и приносить денежки компании. Вот. Плюс, мне кажется, важно для B2C-шного направления понимать, что мы сейчас в нетологии или в другом любом крусе учим людей, чтобы что, что они потом хотят делать. Или мы экономим время, чтобы что, что они хотят делать. Я, потому что, когда иногда общаюсь с людьми, кажется, что есть негодование, связанное с тем, что я там отучился, я получил доставку, я вроде как сэкономил время, я получил какие-то знания, но я не выполнила свою работу изначальную, ради которой покупал вообще этот продукт. Вот. И думать о том, что у клиента будет потом, о чем он фантазировал, когда нас покупал, так-то тоже важно, чтобы он потом не сидел у разбитого там крыта с, не знаю, расстройством или, не дай бог, кредитами и переживал, что он вложил деньги не туда. Вот. А мы же в своем продукте, оказывается, совершаем для клиента открытие и говорим, что мы не просто учим штатные единицы по информационной безопасности, а раскрываем, можно сказать, ТЛПР у глаза на то, что у него тут не просто первый аналитик сок, второй аналитик сок и так далее, а люди со своими там переживаниями, мыслями, выгоранием и так далее, и мы для них вообще являемся этим билдингом, для большинства наших клиентов это что-то на человеческом. Да, хотела еще привести пример, возможно, кто-то из вас знаком с этим фильмом, это Афера доктора Нока, прям горячо рекомендую посмотреть, потому что фильм, может быть, про людей или еще про что-то, мне кажется, он очень классно показывает именно это хождение по пути клиента. Здесь специалист приезжает в французскую деревушку, смотрит на эффективность работы прошлого врача и говорит, дружище, у тебя здесь недостаток в полумиллиона, как так? Он говорит, ну в смысле, я говорю, чувак, ты если заболел, вот тебе чаечек, полежи, все пройдет. Потом этот доктор приходит к аптеку и спрашивает, а у тебя сколько денег вообще, какой инкам за год? Он говорит, это в смысле никакой, там доктор просто прописывает, толстую траву и так далее. Это мне не нравится. Ну, естественно, этот доктор что делает? Бахает гостиницу прямо в городе, придает сначала бесплатное посещение себя, как самого лучшего вообще врача в регионе, а потом, естественно, завязывает на постоянное посещение, либо же прописывает какой-то рецепт в аптеку. Очевидно, абсолютно очевидно, что все, что касается здоровья, это очень чувствительная тема. Здесь скорее референс хороший, а не вот этот подход с привязыванием клиента к какому-то такому процессу обеспечения медицинскими своими всякими разными обследованиями. Так что, если говорить про выводы, не ломайте, пожалуйста, процессы, приглашайте клиента к сопросикам себе, и важно понимать, что продукт не вакуумен, там есть какие-то шаги до него и после него. Ну и еще сервис блюпринт, мне кажется, это офигенный инструмент. Я как-то проводила еще воркшоп, в том числе, про то, как посчитать с помощью сервис блюпринта стоимость и время, которое мы тратим, и как поискать снижение костов в нем. И наверняка у него еще есть какие-то дополнительные классные плагины, про которые я пока не знаю. Вот, это все. А еще у меня, походу, нет QR-кода, но что ж. Так, коллеги, хлопаем. Спасибо большое за доклад, очень интересный. Здорово. Спасибо большое за субтитры Алексею Дубровскому!